Обещанного три года ждут. Эта фраза, как нельзя кстати, подходит под событие, которое произошло в минувшую субботу в Люберцах. В офисе первой ипотечной компании, расположенной в микрорайоне Красная Горка, прошло собрание граждан соинвесторов, которые долгое время не могут заселиться в собственные квартиры в новостройках. Застройщик под разными предлогами и отговорками уже несколько лет оттягивает новоселье. В ситуации разбирался наш корреспондент Алексей Адамов. Москва может приобретать крупные участки земли в Подмосковье, чтобы строить там города-спутники или микрорайоны. Такую мысль озвучил несколько лет назад глава столичного стройкомплекса Владимир Ресин. Спустя время пилотный проект осуществили в подмосковных Люберцах. В седьмом и восьмом микрорайонах города построили пять десятков типовых высоток. Последние новоселы должны были въехать в родные пенаты в прошлом году. Этого не произошло ни тогда, не происходит и сейчас. В данном случае у нас микрорайон 7, корпус 46. Заселение мы ждем уже три года. Никто нам конкретных дат не дает и ничего как бы. Все только обещают, обещают, обещают. На стройке не ремонтников, никого нет. Сегодня были очередные обещания. Через неделю, через две недели, через два месяца мы подпишем, мы сделаем. А сколько раз так уже обещали? Обещают уже. Вот официально было подтверждение, что заселение будет четвертый квартал 2009 года. По словам жителей, пришедших на встречу с застройщиками, сроки сдачи и заселения квартир отодвигаются бесконечно. Многие ждут новоселья более двух лет. И каждый раз у соинвестора-застройщика группы компании ПИК находится очередной предлог. Мол, еще не готовы к коммуникации, не подключили воду, проблемы с отоплением, не достроена котельная, не проведен газопровод. Плюс пресловутый кризис смешал все карты, утверждают строители. Контракт должен быть закончен 2009 годом, но сами понимаете, кризис вынуждены были практически приостановить строительство, ввиду того, что банки не выдавали кредитов, денег на материалы практически не было. Вот с этим только, с кризисом у нас прошла сдвижка сроков. Обладатели квартир рассказывают, что их уже долгое время кормят обещаниями. Что долгожданное заселение произойдет через месяц, потом через два, далее просят подождать недельки четыре, потерпеть еще три. Нервы у людей уже на пределе. Могу обещать все, что угодно. Вы знаете, у нас вообще жените, конечно, у нас какой-то неправильный разговор. Я понимаю, что... Смотрите, вы сидите под президентами, вы власть, да, вот представитель власти. Вы пришли решать вопросы или ругаться? Если вы пришли ругаться... Нет, мы решаем вопросы, мы не видим, с кем решать вопросы. Инициативная группа за это время обращалась во многие инстанции и органы власти. Писала жалобы в администрацию Московской области и Люберецкого района. Чиновники разводят руками. К сожалению, контроль за данной ситуацией вне их компетенции. И повлиять на нее нет никаких полномочий. Органы местного самоуправления не могут влезать в дела частной компании. Кстати, в рамках проекта в седьмом и восьмом микрорайонах должна функционировать мощная инфраструктура. Школы и детские сады, спортивные объекты и библиотеки, поликлиника и пожарное депо, отделение связи «Звербанка», наземные гаражи и предприятия «Общепита». Эту тему жители особо не обсуждали. Сейчас у них одна заветная мечта – наконец вселиться в собственное жилище. И, судя по всему, это произойдет совсем скоро. По крайней мере, это в очередной раз пообещал застройщик. А мы обещаем осветить это событие. Алексей Адамов, Алексей Серьезнов, Люберецкое районное телевидение.